День рождения – прекрасный праздник, который, кстати, отмечают не только люди, но и буквы. И одна из них – литера ЙО. Она считается самой молодой буквой с тяжелой судьбой и множеством репрессий в русском алфавите. А подробнее об этом в нашем следующем репортаже. Наверное, ни одна буква в русском алфавите не может похвастаться такой нелегкой судьбой и таким количеством репрессий, как буква ЙО. История ее рождения достойна описания в романах и стихах. Литеру ЙО узаконили в 1783 году по инициативе Екатерины Дашковой, но долго отказывались использовать, считая йокущую речь, плебейской. На современных клавиатурах она же по-обидному вынесена в левый верхний угол, как самая неиспользуемая. А некоторые и вовсе при написании не ставят две точки сверху. С точки зрения синтаксиса буква ЙО должна быть, и ее нужно писать правильно, то есть с двумя точками наверху. Потому что, как минимум, слова будут другие. Мы же не говорим Ежик и не пишем Ежик, мы пишем Ёжик. Дискуссия о последовательном обязательном применении буквы ЙО продолжается и по сей день. Но она все равно заняла достойное место. Сейчас в ЙО седьмая буква в алфавите. Более 12,5 тысячи слов в русском языке имеют эту литеру. Свыше 150 из них начинаются с буквы ЙО, а около 300 слов ЕЁ завершаются. Если начать с истории появления этой буквы, то когда-то ее ввели в русский алфавит. Очевидно, потребность в этом была. И потребность сохраняется до сих пор. Не могу не пошутить. Сегодня день буквы ЙО, праздник, нет повода не выпить. Так вот, в русском языке есть разница, все выпили или все выпили. Сегодня в день рождения ЙО по всей стране пройдут акции, посвященные литере, появившейся в русском языке в 18-м столетии. Их участниками станут взрослые дети, учителя, школьники, студенты, все, кому это интересно. А портал rb.ru предлагает проверить свое знание русского языка, пройдя интересный тест. За это время на долю буквы ЙО выпало немало испытаний. Но она доказала, что без нее жизнь была бы намного скучнее и прозаичнее. Чтобы иметь персональный праздник и даже памятник, не обязательно быть первой буквой в алфавите. Продолжение следует...